Приветствую вас, я бы обратил внимание на то, что вы позволяли своему мужу поднимать на вас руку, sorry. Я бы обратил внимание на то, что вы позволяли своему мужу не обращать на себя внимание, да. Я бы обратил ваше внимание на то, что вы стали испытывать раздражение к нему после того, как, значит, ну, почувствовали определённую свободу, да. Ну, в результате того, например, что больше начали вырабатывать, допустим. Вот. И это всё не случайно, абсолютно, на мой взгляд. Всё это связано с тем, что вы, ну, по сути, ни много ни мало себя подавляли. То есть вы запрещали себе быть такой, какая вы есть, вот, запрещали себе проявлять свои чувства, свои эмоции, вот. Ну, я так думаю, по крайней мере. Вот. А связано это с тем, что вы постоянно себя зажимаете. Вообще. То есть у вас зажим это то, что вы стыдитесь того, что хотите любви. То есть стыдитесь, что, грубо говоря, стыдитесь, что-то сделать для себя. Понимаете? Вот. А это означает, что вы себя обесцениваете. А обесценивая, ну, обесценивая себя и своё желание, вы, скорее всего, постараете, значит, те установки, которые дали вам родители. То есть я бы рекомендовал вам здесь начать именно с этого. Я бы рекомендовал начать именно с того, как вы к себе относитесь. Что вы хотите. Ну, для себя, грубо говоря, грубо говоря. Вот. Вот я рекомендовал бы начать вам именно с этого. Потому что это важный момент для вас. То есть то, как вы относитесь к себе, да, то, как вы воспринимаете себя, влияет на то, как вы взаимодействуете, в том числе и с другими людьми. В том числе и с мужчиной. Своим. Вот. Поэтому совет здесь такой. Даже не совет, а рекомендация. Потому что советы психологам давать запрещено. Подумайте, почему вы считаете постыдным тот факт, что вам хочется любви. То есть что здесь такого постыдно. По вашему мнению. Ну, просто хотя бы по вашему мнению. Откуда вы взяли то, что это стыдно. Вот. Откуда этот запрет. На чём он основан. Этот запрет. Как вы относитесь к нему. К этому запрету. То есть не хотите ли вы его, например, подвернуть критике. Вот. Вот. Наличие запрета. Этого. Ну, наличие вот такого запрета. Вот. Я рекомендую вам в данном случае обратить внимание на это. Вот. То, что каждый, каждый достоин любви. То, что любой человек в любом возрасте хочет любви. Да. Вот. Ну, я думаю, что это для вас совершенно точно не новость. И для вас это совершенно точно не откровенно. Как вот. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос будет уметь мне поставить по-другому. А что, вы считаете, что так быть не должно? То есть вы считаете, что ненормально ли, что вот в любом возрасте человек хочет любви? Вы считаете, что это неправильно? Вы считаете, что все должно быть по-другому? Как должно быть по-другому? Готовы ли вы, собственно, отвечать за это? Готовы ли вы платить за это? Готовы ли вы продвигать вот эту вот позицию? Ну, такого типа. Вот. Понимаете? Какая история? То есть здесь вот нужно в каком ключе думать? Потому что, ну, я уверен, я уверен, что вы сами знаете о том, что любви все возрасты по-другому. Я уверен, знаете, это не хуже меня. Вот. Но запрет-то есть откуда-то? Правильно. Вот. Он же сам по себе не взял сам. Вот. Значит, какие-то установки есть. Вот. А какие установки? А на чем они базируются? А как это связано с вашими ценностями, например? Да? Вот это то, что нужно вам разобрать. Потому что, ну, по факту, вот, по факту. Если вы хотите в себе что-то поменять, да? А я думаю, что хотите поменять. То есть я думаю, что все-таки именно для этого вы обратились к нам. Что вам нужны не советы. Как таковые. Вот. Вам нужны именно работа. Именно работа вам нужна. Лично. Индивидуальная работа. Вот. Там еще советы мне кажется. Ну, если бы вы могли, да, следовать советам, вы бы уже им следовали бы. Вот. Так что, я думаю, так. Я думаю, так. А вы говорите о том, что боитесь развода. Вот. Это очень интересно. То, что вы боитесь развода. Я бы хотел, чтобы вы несколько подробно это раскрыли. То есть, чего такого страшного разводит для вас. Вот. Понимаете ли вы, что детям своим, детям важным даже не на пользу то, что происходит между вами и вашим мужем. Вот. То есть, ну, это вопрос именно того, понимаете ли вы данный аспект. Отдаете ли вы себе отсчет в этом. В том, что детям это только во вред. Детям съедет только во вред. Дети от этого страдают еще больше. Вот. От того, что вы ссоритесь постоянно. Ну, и тем более, если он там на вас руку поднимает и что-то еще. Вот. А если это, соответственно, ну, довольно близко все происходит от них, то дети учатся. Такому поведению учатся и так, что потом сами будут действовать так. Вот. Вы хотите для них этого? Ну, вот. Я думаю, что нет. Вот. Так чего боитесь? Что сами себя не обеспечите, но вы уже, мне кажется, поняли, что вы способны себя обеспечить достаточно хорошо и, ну, не знаю, насколько легко, но хорошо. Вот. То есть с этим проблем не будет. Вот. А если речь идет о восприятии этого общественностью, да, то есть социальные элементы, то да, здесь, конечно, определенные стереотипы есть. В плане вот того, что, ну, вы им поступаете неправильно и так далее. Но это вопрос, скорее, вашей уверенности в себе. Понимаете? Вот. Это вопрос именно вашей уверенности в себе. И вопрос того, что, как вы относитесь к своим желаниям. Вот. То есть, грубо говоря, не надеетесь ли вы на то, что ваши желания, они уйдут, что они перестанут о себе заявлять? Вот. Я очень надеюсь, что нет. Потому что желания ваши, они никуда не денутся. Вот. И их нужно будет реализовывать так или иначе. То есть вы так или иначе их реализуете. Вот. А что бы ни было. Знаете? Вот. Как бы что ни было, то свои желания вы так или иначе будут реализовывать. Вот. Будете реализовывать. Ну и лучше делать это все-таки адаптивно, адекватно. Вот. А не так, как это делается, например, вы сейчас. Через стыд, через боль. Вот. И так далее. Ну, решать, конечно, вам. Вот. Но мне кажется, что здесь вот нужно исходить именно из этого. Из того, что лучше для вас и из того, что лучше для ваших детей. Вот. Вот так. И то, что вы хотите совет. Да? Ну, именно вот совет вы хотите. Вот. Это тоже говорит о том, что вы не привыкли ориентироваться на себя. Вот. То есть. Не привыкли ориентироваться на свои желания. Вот сейчас вы хотите, да? Вы их стыдитесь. Чего стыдитесь? Вот. Давайте разберем этот момент. Чего стыдитесь конкретно? А чего здесь такого стыдного происходит? Вот. Ну, вот вы можете сказать, да? Что, что там, грубо говоря. Что я вот хочу, хочу, хочу любви, например. Ну, и что это нормально. Вот. А это нормально, что вы хотите любви. Хотите любви. Вот. Или вы считаете, что недостойны ее, ее, но любви. А если недостойны? Если недостойны, то почему недостойны? То есть, кто это решил, что вы недостойны? Кто определил, что вы недостойны? Понимаете? Ну. То есть, это все, вот, нужно разбирать. Ну, а пока, пока что, вот, я думаю так, я думаю так, пока что вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. Вы сейчас делайте, на мой взгляд, первые шаги в своей самостоятельной жизни. Вам страшно, нормально. Вот. Ну, будет лучше, если все свои противоречия, которые у вас есть, если вы их разберете вместе с психологом, да? Чтобы, чтобы не повторять тех ошибок, вот, которые вы сделали, вот. Потому что то, что мужчина вас сбил, это говорит о том, что у вас занижена самооценка, вот. Ну, а, соответственно, заниженная самооценка, да, это всегда искаженное представление о себе. Вот. Возможно, 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 я не знаю, но возможно, возможно только, только возможно, что вам нравится, когда с вами, ну, ведут себя грубо, там, и так далее. Возможно, 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 но возможно. Вот. Если это так, то это тоже нужно корректировать. Ну, потому что модель деструктивна. Сейчас, ну, поведение у вас. Вот. То есть это не критично, да, но требует корректировки. Если вы просто будете вот делать какие-то, ну, действия сейчас так, просто, то ситуация, скорее всего, не поменяет. Нужно именно отслеживать те процессы, которые происходят у вас. Ну, внутри вас. Вот. Понимаете? И эти процессы необходимо корректировать. Как раз. Вот. Для того, чтобы вы лучше себя чувствовали, возможно. Вот. Чтобы отдавали себе счёт в том, что происходит. Понимаете, да? О чём не прежде, я надеюсь. Вот. Вот так. На этом, в принципе, всё. Я бы сказал, что стоит обратить внимание на личные границы вам свои. Я бы сказал, что стоит обратить внимание на личное пространство. Я бы сказал, что стоит обратить внимание на ценности. И я бы сказал, что вот ваша мама, да, это такой мягкий, мягкий такой, терпеливый человек. Скорее всего. А баба такой, либо строгий, либо суровый, либо отдалённый от вас очень сильно. Мужчина, вот, любви, любви которого вы себя считали и считаете до сих пор недостойным. И вот мне думается, что это одна из причин, по которых у вас вся вот история и происходит. Детские родительские отношения нуждаются в корректировке. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду ротануть, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.